30 марта 1135 года родился Маймонид, еврейский философ, раввин, врач и следователь законов Торе. В 13-14 веках его идеи повлияли на развитие латинской схоластики и возникновение учения кабалы. Подробнее о вкладе Маймонида в мировую науку расскажет наш корреспондент. Маймонида в каком-то роде один из отцов-основателей государства Израиль. И пускай вас не смущает, что он жил в 11 веке, ему удалось предвосхитить саму идею еврейской государственности. Большинство, то есть значительная часть законов создания государства Израиля, они опираются именно на и принципы Маймонида, и решение Маймонида, и решение проблем Маймонида. Потому что тема, такие как армия, как вообще организация государства, что очень многие вещи, которые Маймонид предложил, они как бы оказались основой, в какой-то степени, может не буквально, а так, основой создания современного государства Израиля. Родина Маймонида – испанский город Кордова, откуда его семья была вынуждена сбежать из-за притязаний арабов. Детство будущего философа прошло в скитаниях. Он жил с отцом и братом в разных городах Испании, в Провансе и Марокко, потом в Эрецисраэль, но свой дом обрел только в Египте. Маймонид избрал литературную стезю еще в 23 года. Брат Давид, торговавший драгоценными камнями, поддерживал его тягу к творчеству и помогал материально. Первым сочинением философа стал комментарий к Мишне. За ним последовали комментарии на значительную часть Вавилонского Талмуда, предисловие к трактату об устройстве души человека 8 глав и систематизация 613 заповедей Торы. Параллельно Маймонида занимался общественной работой. Возглавил еврейскую общину Фустата, одного из крупнейших по площади и населению городов раннего Средневековья. Его ценили не только как духовного и религиозного наставника, но и как врача. В своих медицинских трудах он написал астму, диабет, гепатиты, пневмонию. Ученый написал несколько трудов по астрономии, физике и математике. Возможно, первым доказал бесконечность числа Пи. Для современников он стал учителем и лидером мнений. Сионисты совместили подход Хохмат Исраиль и просвещенного иудаизма с национальным настроем. Для этих людей, безусловно, Маймонид был абсолютно исключительной фигурой. Можно такой забавный, вот есть еврейская энциклопедия, которая выходила в 50-е, началась в 40-е, 50-е, 60-е годы. То есть она выражает дух, в общем-то, основателей государства. Там все, как бы, раввины называются рабе такой-то, рабе такой-то. Кроме Маймониды называются рабейну, может быть, Маймон. За свою активную просветительскую деятельность Маймониду застоился псевдоним Рамбам. Это акроним составных частей его полного имени Раби Моше бен Маймон. Самым известным трудом Рамбама стал путеводитель блуждающих, повлиявший на философию Спиноза и Фомы Аквинского. Трактат обозревает мировые религии и обряды. Часть посвящена философским доктринам и пророчествам. Маймонид запомнился потомкам в первую очередь как популяризатор схоластики и выдающийся врач. А его след в науке лучше всего описывает надпись на могиле «От Маше до Маше не было такого Маше». Субтитры создавал DimaTorzok